Всем привет! Сегодня видео про альбом «Всё ничего» от отечественной дум команды Neuropolis. Что, блядь? ДУМ? Что? Русский? Самое время писать в комментариях. Ты же говорил, что не будешь делать видео про дум. Ты же говорил, что не будешь делать видео про отечественные коллективы. О, а давай теперь видео про дум. Ну раз про Neuropolis сказал, то давай теперь про название группы. Зачем про эту вторичность видео делать, когда надо сделать видео про название группы? Ребята, во-первых, я сам вахуй, во-вторых, всё это исключительно по большому блату, в-третьих, где-то через недельку вообще дедкорщики будут, то есть вы понимаете, что ниже падать, ну всё, уже некуда. И в-четвёртых, мне уже вообще на всё похуй. Причём про Neuropolis лично мне, наверное, можно было бы видео не делать, потому что этот коллектив вот так же на всех нужных пабликах, на всех нужных площадках, на всех нужных концертах и во многих авторских передачах. И вот лично у меня в ленте с Neuropolis прям перебор. Его слишком много. Он там везде у меня мелькает. Ну что, давайте, собственно, уже про альбом всё ничего поговорим. Ну и так, в основном по базе это, конечно же, топовый саунд. Но вот лично мне не хватило какой-то глубины вокала, какого-то его, наверное, объёма. Он мне показался немного суховатым, наверное. И я вот не знаю, либо это была такая авторская задумка, либо, ну вот такой, собственно говоря, продакшн. Но вот что касается вокала, а именно вокалиста Владимира Алексеева, то здесь один такой забавный момент, что изначально именно из-за него у меня в группе сформировался большой кредит доверия, потому что его образ мне очень сильно напоминает образ Сергея Сорокина из группы «Гробовая доска». Ну а мы, собственно говоря, очень хорошо общаемся. Поэтому вот так вот изначально я в группе тоже в Neuropolis хорошо относился. И я полностью уверен, что именно вокал на этом альбоме является основополагающим. Потому что именно он задаёт всю атмосферу, именно он сопровождает слушателя практически от самого начала и до конца альбома. И вот лично у меня, с думом, какая есть проблема, пока дождёшься вокал, пройдёт уже 100 миллионов лет на один пауэр аккорд. А здесь всё не так. Здесь сразу на тебе и образы, на тебе и экспрессию. Короче, здорово. Есть на альбоме эпизодически так чистый вокал, но вот от него, честно говоря, я словил вайбы Король и Шут группы. Женский вокал не вкатил, но не из-за вокалистки, не из-за характера вот её голоса, не из-за тембра, ни в коем случае прекрасно поёт девушка. А именно из-за того, что вокальная линия мне была абсолютно не близка, вернее, мелодическая линия. Из композиции лично я, всё-таки как нелюбитель дума, вы должны это учесть, выделяю для себя две вещи. Это, конечно же, композиция «Тайна» и композиция «Хлеб наш насущный». «Тайна» — это, безусловно, главный хит на альбоме. Здесь и охерительная лирика, и очень такое глубокое, проникновенное гитарное соло. А песня «Хлеб наш насущный», она же «Закрывашка», вот она достаточно интересно собрана. начинается так достаточно динамично, агрессивно, потом успокаивается, и в конце на басу происходит какая-то просто волшебная динамика, просто какое-то волшебство. Ну и самый-самый закрывающий смех, блядь, мне же с него прям как-то неуютно стало, круто сделано. Ну и в принципе, вот мне, как неценителю Думы, об этом альбоме сказать, собственно говоря, больше, наверное, нечего. Но вы, я знаю, охренеть как любите Дум, поэтому вот будьте добры, ценители Думы, напишите в комментариях, вот насколько этот коллектив и насколько конкретно этот альбом хорош в своем стиле. Все, ребят, настало ваше время. Ну что, а теперь можно переходить к самому интересному, потому что группа «Еурополис» прислала мне посылку. И хорошо, что ребята сделали это до того, как я снял этот ролик. Потому что, наверное, если бы они посмотрели сначала этот ролик, то, возможно, в посылке было бы что-то совсем другое. Я бы, знаете, не удивился бы и не оскорбился, если бы... Хе-хе-хе-хе, ладно, не буду. Так, открываем. Не, ну, конечно, мерч у ребят просто топовый. Футболочка. «Еурополис». Опустошение. Сзади ничего, просто черное. Блин, мое почтение. Огромное спасибо, ребят. Супер, супер. Правда, я тут немножечко схуднула. Она, видимо, как мы там договаривались, на 2XL, но я уже гораздо меньше привожу себя в форму. Футболочка просто топ, ребята. Обалденно. Спасибо вам. Огромное. Огромнейшее. Далее. Это, конечно же, CD. Просто шикарно. CD, конечно же, сразу пойдет в коллекцию дисков. Две нашивочки. Медиаторы. Ой, да вы мои хорошие. Ой, спасибо большое. Ой, как здорово. Спасибо огромное. И, конечно же, значки. Я попросил у ребят, да, кстати, попросил, чтобы прислали значки, потому что у меня был вот такой значок. Мне его Владимир Калмазан. Он же КамАЗ. Он же басист группы Нейрополис. Он же басист группы Кикимора. Нашего хардкор проекта. Кстати, ссылка будет в описании. Обязательно переходите, заценивайте, подписывайтесь. Правда, там музыки еще нет. Альбом выйдет, возможно, осенью. Но если вдруг что-то мы супербыстро успеем сделать, то тогда в конце весны. Вот, в общем, вот такой значок у меня был. Но он, к сожалению, у меня потерялся. С рюкзака сорвался. И вот еще тут два прекрасных значка. Дум на Неве. Да, я помню, это восхитительный фестиваль. Вот недавно проходил. Ребята там играли. И вот такой еще мега фантомастный значок. Значок. Звачок. Все уже. Заговариваюсь. И вот еще. Да вы посмотрите. Вы знаете, что это такое? На пульсник. АМТ. И это получается, что... Ну и теперь что, опять придется играть на гитаре? Офигеть, как круто. Ха-ха-ха. Ништяк. Ну все, блин. Закончились халтурные дни. Придется опять теперь за гитару браться. Спасибо, чуваки. Очень, безумно приятно. Ну что, друзья. Вы просто не имеете права не послушать группу. Неурополис. Альбом все ничего. Ссылки будут все в описании. Переходите. Заценивайте. Вступайте в паблики вовсе. Приходите на концерты. Да, ну и конечно же увидимся на стриме в пятницу. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин